Сотрудники магазина пригласили беспризорного мальчика внутрь погреться. То, что сделал ребенок, заставило всех расплакаться. Есть поговорка про то, что тот, кто имеет меньше, отдает больше. Существует множество историй, доказывающих, что это именно так. Одна из них произошла с сотрудницей косметического магазина. Этот случай, который запомнился ей на всю жизнь, произошел летом. Девушка, идя на работу, видела каждый день мальчика, который сидел невдалеке от магазина и просил милостыню. Худенький, бедно одетый мальчишка выглядел не старше 12 лет. Однажды похолодало, был очень хмурый и непогожий день. Лил дождь и погода казалась совсем не летней. Замерзший мальчишка, несмотря на это, сидел на ветру и прямо под дождем, продолжая просить деньги. Девушка со своими коллегами пожалели ребенка и позвали его зайти к ним внутрь магазина и немного погреться. Они напоили его теплым чаем и накормили. Вопреки распространенному мнению о том, что уличные попрошайки, все как на подбор мошенники и малолетние преступники, сотрудницы магазина были приятно удивлены тем, что этот мальчик оказался совсем другим. Он сразу подкупил их своей добротой, воспитанностью, искренностью, дружелюбностью и детской непосредственностью. Ребенок долго разговаривал с девушками о печальной истории своей жизни. Подростка звали Костей. Он рассказал, что живет вдвоем вместе с бабушкой. Его мама умерла, а отец его бросил. У Кости есть еще старшая сестра. Однако она переехала в другой город и вышла замуж. Мальчик за чашкой чая и разговорами с сотрудниками магазинчика просидел в подсобке магазина до самого вечера, после чего побрел домой к бабушке. Следующим утром сотрудников магазина ждал неожиданный сюрприз. Костя вновь появился у входа в магазинчик. У него в руках были сок, две булочки и пачка семечек. Костя вежливо поздоровался и протянул свои гостинцы девушкам, говоря о том, что это единственное, чем он может их отблагодарить. Сотрудницы с трудом сдержали слезы и были до глубины души тронуты добротой и сердечностью обделенного судьбой ребенка. Этот мальчик настоящий пример мужества и человечности, способности оставаться отзывчивым, добрым и благодарным вопреки всем ударам судьбы. Хочется верить, что его прекрасное доброе сердце и сильный характер помогут ему справиться со всеми лишениями и найти свое место в мире, сохранив свою детскую чистоту и душевность.